О, святитель, отче наш. Зрение подводит, но не читать священное писание не может несколько раз в день. Схемонахиня Анфия молится за родных и всех живущих. Великую Отечественную она была ребенком. Десять лет, когда война началась, но все равно уже выполняла работы. Где-то какие-то сеяла, собирала урожай. Урожай и на фронт шел, а питались они, где какие зернышки добудут, достанут и вот так вот проголодь. Работала на комбайне, в пекарне, кидала уголь в топку в День Победы. Сотрудники краевого перинатального центра ДАР, где работает архивариусом внучка схемонахини Ирина, благодаря труженицу тыла. Еще у нас маленький такой подарочек. Это чтобы вам полегче было бытовые проблемы свои решать. Ого, сколько надо. А еще сотрудники ДАРа пообещали курировать детище матушки Анфи, свято-никольский источник. В дореволюционные времена над свято-никольским источником возвышался монастырь Казанской иконы Божьей Матери. Но в 20-х годах большевики устроили здесь тюрьму. Расстреливали прихожан и священнослужители, а сам источник на долгие годы порос сорняком и утопал в грудах мусора. Больше 20 лет назад матушка Анфия расчистила и облагородила ключ. Тропа к нему не зарастает по сей день. Вот теперь я, конечно, до самой смерти как приросла к нему. А все равно сил нет, здоровья нет. Поэтому сейчас посмотрела, батюшка приглашала меня помочь поработать. Хорошо поработали. Она ведь беспокоится не за себя. Она беспокоится за свое дело. Что вы пришли, вы продолжите то, что начала я. Вот мы говорим, да у нас там беды какие-то, да у нас там чего-то происходит. То, что вынесли они, нам, наверное, и не слилось. И, конечно, это слава Богу. Но это только благодаря им. А ваше любимое блюдо? Перемень. А во время войны на обед зачастую был стакан воды, вспоминает Пантелей Сергеевич. Ему тогда было 10 лет. Пантелей Сергеевича призвали на войну. 20-летним парнем. Спустя 6 лет после Великой Отечественной он воевал на Украине с бандеровцами. Из-за чего его приравняли к участнику Великой Отечественной войны. Дедушка – родственник одной из сотрудниц перинатального центра. Для него сегодня слова благодарности и подарки. Мирного неба над головой. И еще долгих-долгих лет жизни. Чтобы... 100 лет! Да, точно! Дедушка веселый у нас. Такой... Всегда грустить не давал. На велосипеде любит кататься. Что 90 лет, а ему велосипед нужен. В коллективе Дара почти тысяча человека. Дедов – сотрудников, которые приближали победу. Осталось двое. Заботится о них их долг. Общение с живым ветераном – это уникальная и, наверное, уже почти летняя возможность. Поэтому продолжать их дело, подхватить их дух – ну, наверное, это вот задача, так скажем, нашего среднего поколения. Передать это молодежи – это очень важно. Медики Дара, где каждый день на свет появляются новые жизни, надеются, что и нынешнее, и будущее поколение не перестанут помнить тех, кто подарил нам победу. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.